Гештальт ТВ Гештальт ТВ И у меня к тебе один вопрос Что такое для тебя Или что для тебя гештальт терапия Гештальт терапия Это То Что Я занимаюсь 20 лет И что мне кажется Я ну только в этом году Начинаю понимать Мне правда так казалось уже несколько раз Что я начинаю понимать Насколько конец достигла ясности Но мне кажется, что сейчас я только в начале понимания того, что это такое, как это происходит Прежде всего гештальт терапии, это терапия, действительно терапия, которую можно делать Это действия, которые могут делать два человека друг для друга И это действие базируется на нескольких идеях Эти идеи очень просты, очень человечны, очень физиологичны То есть я не случайно так говорю, очень человечны В том смысле, что человек и человек могут быть вместе и поддерживать определенные типы контактных процессов И физиология позвучала не случайно, потому что то, что происходит, на что мы опираемся Это очень понятно психофизиологам, его даже больше, чем психологам и философам И в общем гештальт терапия это развитие в человеческой коммуникации простых, банальных, на уровне здравого смысла идей Прежде всего я бы сказала так Это идея о том, что все, что сделано душой человека, то, что сделано им в контакте с миром, это все сделано им в контакте с другим человеком И что человек от своей природы, видимо, совершенен И если есть боль, или если есть душевная смута, или если есть какие-то паттерны поведения или переживания, которые кажутся саморазрушительными или разрушительными Это что-то, в чем сбито, как бы временно сломано, заданное Господом, заданное природой Такая целостная способность человека быть счастливым, быть в мире, быть в контакте с другими людьми и реагировать Эти идеи кажутся очень простыми и очень обыкновенными Но когда я начинаю думать о том, как на практике получается коммуникация Мне хочется вспоминать Фрейда, мне хочется размышлять о психопатологии Мне хочется размышлять о том, чему меня научили на психологическом факультете То есть о том, какие люди бывают, в чем их различия Какие у людей бывают клинические типы, какие у людей бывают паттерны поведения И все эти мысли, прекрасные мысли, которые делают меня, могут быть, на таком людей Уводят меня от контакта человек к человеку Это кажется очень странным иногда моим студентам, иногда мне это кажется странным самым Как это может быть так, что то, что увеличит мое знание о человеке, уводит меня от контакта человек к человеку Наверное, вся суть рестарта метода сведется к тому, что я, развивая ситуацию контакта человека и человек, попробую вас остановить в природную способность человека к жизни, к активности, к свободе и к движению в сторону другого человека, к тому, чтобы встретиться с другим человеком, встретиться с миром. А для того, чтобы это сделать, я буду пользоваться своей человеческой компетенцией, своими знаниями о людях, своими знаниями о физиологии и все прочее. И мне проще всего определить гештальт-подход через альтернативу с психоаналитическим подходом, повторив все, может быть вульгарно, но повторив все идеи, которые мы заметили в книжке Гудмана и Толса о теории гештальт-терапии, что психоаналитический подход дал чудеснейшее, великолепное наблюдение о том, как люди дурно устраивают свою жизнь, как их биография, их опыты в социальной адаптации приводят к таким нарушениям. А гештальт-подход дает моментальный средств того, как сейчас происходит это отношение и что мы можем прямо здесь и сейчас сделать, если мы вдвоем, два человека или группа людей, для того, чтобы восстановить то, что было временно утрачено или развить то, что было временно остановлено, то, что делают люди и людьми, и то, что позволяют быть в контакте человеку с человеком. Единственное, что мне мешает в гештальт-подходе, это его название, потому что слово такое умное, оно сразу намекает на образ, на какую-то немецкую классическую психологическую школу, что я сразу становлюсь ужасно академичной. Но другого названия нет, я к нему привыкла, и поэтому удобно пользоваться им. Спасибо, Лена. Думаю, что для многих это будет и некоторым дополнением своего мировоззрения, потому что гештальт-подход на самом деле слово путанное, непонятно, хорошо психоаналитики, поэтому их хорошее словосочетание и удобное психоанализ, психоанализируешь, потом синтезируешь, наверное. Или какая-нибудь там психодрама, там тоже, в общем, театр, что-то. А вот гештальт-подход она, и так, надеюсь, многим станет чуть более... Чуть более запутан. Чуть более запутан. Мы такое делаем, гештальт, дабы традиции, что стараемся каждый сюжет завершать какой-нибудь притчей, историей, каким-то философским таким, зарисовкой жизни людей. Может, у тебя тоже есть какая-нибудь притча? У меня есть зарисовка. Вот, наверное, этот эпизод, который, кажется, совершенно чепухой, но он повернул на представление о гештальт-терапии как о методе и во мне самой, как о человеке-терапевте. Дело происходило на семинаре, который вёл Харм Семенц. И мы по очереди показывали экспериментальные сессии, где кто-то играл в боль клиента, кто-то играл в боль терапевта, и делали небольшие пробы. Я разговаривала с человеком, который рассказывал что-то о своей семье, и один из моих вопросов был для него таким волнительным. Он ушёл в себя ненадолго и сказал, ой, у меня болит рука. Я только набрала воздуха, чтобы задать классический в кавычках вопрос, типа, о чём говорит тебе твоя рука, например, или... Как тебе с этим? Как тебе с этим? Или, чтобы ты хотел с этим сделать, я только успела добрать воздуха. Я говорю, ну, Харм, человек такой наблюдательный и чувствительный, успел бы я остановить, он просто тронул меня за ключи и сказал, стой. Я говорю, ну, так у меня же есть прекрасная идея, я знаю несколько техник, я знаю, как работать с симптомом. Он мне говорит, вот постой, пожалуйста, и подумай, ты хочешь сейчас дальше разговаривать или дело с симптомом или с человеком? Я вообще поняла намёк, ну, как-то вроде неудобно было в присутствии медра сказать, что к симптому всё-таки человек как-то весомый, да, звучит солиднее. Этот, наверное, его простой обращение просто остановило меня, как, ну, такую вот, не знаю, когулицу, несущуюся в скачку степи, перед которой там появилось вот что-то интересное. Думаю, ну, как же так? Симптом человек, симптом человек, начала думать. И я посмотрела в глаза моему собеседнику, другому клиенту, и подумала, действительно, вот он, и только что с ним разговаривали. Наверное, подумала я, задала какой-то вопрос, я помнила этот вопрос, который его сильно взволновал. И, наверное, он взволновавшись, как-то отключился от меня, и, может, какая-то мысль у него мелькнула, и в итоге у него заболела рука. Но ведь вообще-то я и он мы разговаривали. И тут мне стало все очень как-то просто ясно. Я его просто спросила, говорю, слушай, наверное, сейчас какая-то тема тебя сильно затронула, так сильно, что даже рука заболела. Он сказал, смел на меня беда, я вспомнил о своей семейной ситуации, и там то-то, 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 а говорит, а кстати, рука перестала болеть. Вот этот эпизод, он реально просто перевернул вообще мое представление о терапии. Вот о том, что первая тема, что вторая. И в общем, я с тех пор так и стараюсь, в общем, проговариваясь с человеком, а при случае обсудить с ним его симптомы. Но это трудно дается. Я стараюсь. Спасибо тебе, Лена. Прекрасная история и поучительная в самом хорошем смысле этого слова. Спасибо, Артур. Мне всегда приятно с тобой общаться. Я всегда добиваю щип. Будем прощаться. С нами была Лена Петрова. Артур Добровский, город Санкт-Петербург. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин